Здравствуйте! Вы смотрите программу Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Азовская межрайонная прокуратура выявила многомиллионные хищения в ходе ремонта дороги по улице Дружбы. Экс-судье Александру Гудкину в восстановлении профессионального статуса отказано. Мастер-класс лучших танцоров мира в Азове. Азовской межрайонной прокуратурой утверждено обвинительное заключение и направлено в суд уголовное дело в отношении генерального директора ростовской фирмы СБ Альянс, похитившего свыше 7 миллионов рублей, полученных по муниципальному контракту. Подробности в сюжете Татьяна Ивашенко. В декабре 2015 года после серии репортажей о разбитом состоянии дороги по улице Дружбы, мы смогли наконец обрадовать азовчан известием о предстоящем ремонте, на который было выделено более 10 миллионов рублей. Правда, многих тогда удивило, что конкурс на выполнение работ по реконструкции дорожного полотна выиграла ростовская фирма СБ Альянс, которая занималась установкой и настройкой видеонаблюдения, домофонов и прочих систем охраны и безопасности. Однако, как пояснило нам руководство городского жилищно-коммунального хозяйства, это не противоречит современному законодательству. А вскоре стало известно, что СБ Альянс ищет субподрядчика, способного выполнить ремонт дороги по улице Дружбы. Им оказалось только что образованное ИП Егоров. На ваш взгляд, она сильно разбита? Ну, конечно. Ну, конечно, она не то, что сильно разбита. Она не проезжая. Объем работ здесь 3800 квадратных метров ямочного ремонта, до 25 метров квадратных. И 10900 квадратных метров сплошного покрытия. Дорога уже с чистым городом, ну, согласована, где картами, где ямочным ремонтом будем проходить. Ну, постараемся этот объем выполнить в сроке, ну, и надлежащих качествам. Ям не должно быть ни одной. Все заделает? Ну, конечно. Ну, а как так? Здесь нет. Ну, посмотрите, все, здесь ям не будет вообще. Не прошло и полугода после завершения работ, как в редакцию Пятого канала начали обращаться азовчане, которые возмущались тем, что заказчик, то есть муниципалитет, смог принять столь некачественно выполненный ремонт. Некоторую ясность в ситуацию внесла информация два дня назад, появившаяся на сайте прокуратуры Ростовской области, в которой сообщается, что гендиректор фирмы «СБ Альянс» для создания видимости добросовестного исполнения своих обязательств заключил договор подряда с индивидуальным предпринимателем о выполнении им работ на сумму 7,7 миллионов рублей. Но только три из полученных 10,5 миллионов руководителя ростовской фирмы перечислил ИП «Егоров». Остальную сумму на расчетный счет подставной фирмы. В результате ремонт дороги выполнен некачественно и не в полном объеме. Директор департамента ЖКХ Роман Ткаченко, к которому мы обратились за разъяснениями, категорически отказался от комментариев. При этом областная прокуратура сообщает, что генеральный директор «СБ Альянс» причинил нашему муниципалитету материальный ущерб в особо крупном размере. Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации рассмотрела жалобу азовского судьи Александра Гудкина. Накануне региональная коллегия не позволила ему уйти в отставку с сохранением всех привилегий и лишила судейской мантии. Напомним, бывший судья Азовского района прославился на всю страну после аварии, случившейся в ноябре прошлого года. По словам очевидцев, Александр Гудкин спровоцировал ДТП, затем начал менять номера на машине. Проходить медицинское свидетельствование отказался. Несвязную речь и пошатывающуюся походку объяснил плохим самочувствием. В полицейском участке настаивал, что за рулем был другой человек. После произошедшего региональная коллегия определила, что виновность Александра Гудкина в нарушении судейской этики не вызывает сомнений. Однако такое решение экс-судья посчитал несправедливым и подал жалобу в высшую инстанцию. В итоге в Москве после рассмотрения дела было принято решение оставить все без изменений и в удовлетворении жалобы отказать. Во время традиционного объезда города глава администрации Владимир Рощупкин проверил, как проводятся работы по уборке улиц. Определил основные направления по подготовке городского кладбища к родительскому дню и осмотрел место, где началась установка стеллы, городу воинской славы. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Несмотря на то, что по-настоящему сухой весенней погоды в городе еще не было, коммунальные службы приступили к уборке улиц от накопившихся за зиму слоев грязи. Начали, как обычно, с центральных улиц. Мы уже начали уборку прибордюрной грязи, прошли по центральной улице по Московской. Естественно, эта работа еще не завершена, прошли только основной слой, сняли грязи. Сегодня занимаемся переулком Маяковским. Ну и на самом деле в плане, конечно, в рамках месячника чистоты все центральные улицы все-таки в рамках уборки прибордюрной грязи привести в порядок. Помимо этого в городе запланированы масштабные работы по приведению в порядок всех общественных территорий. Речь идет как о наведении чистоты, так и о ремонте малых архитектурных форм. Коммунальным службам поставлена задача все завершить до 1 мая. Кроме того, сегодня мы, конечно же, готовимся уже к родительским дням, к дням поминовения. Сегодня мы посетили кладбище, посмотрели в каком состоянии, много вопросов. Две недели у нас еще есть, поэтому сегодня даны соответствующие поручения и руководству кладбища, и нашим коммунальным службам будем общими усилиями готовить кладбище к приему большого количества людей. Надеюсь, что критики будет немного. Следующим пунктом объезда стало место установки памятной стелы к городу воинской славы. Торжественное открытие намечено на 9 мая. На данный момент работы идут по графику. Сегодня уже выполнены фундаментные работы, монолит постамента и монтируется каркас стелы самой. После чего они зальют это все бетоном. Ну и как подрядчики сегодня нас ориентируют, к середине апреля стелла будет готова, после чего начнется облицовка ее гранитом. Таким образом, вот у нас в сквере, сейчас пока это сквер-березка, потом мы будем в том числе рассматривать вопросы его переименования, появится стелла, посвященная нашему городу и высокому званию городу воинской доблести. Не осталось без внимания и одна из самых обсуждаемых тем – это городские дороги. Сейчас за планированным работом мешают погодные условия, но при появлении возможности начнется ямочный ремонт улиц. В первую очередь попадут маршруты движения общественного транспорта, затем перейдут к окраинам. Никита Зинченко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Праздник Вербного Воскресения – один из значимых у православных. Празднуется этот день в последнее воскресенье до окончания Великого Поста, то есть за неделю до праздника Светлой Пасхи. В этом году Вербное Воскресенье приходится на 1 апреля. В преддверии Светлой Пасхи православные люди отмечают один из самых важных христианских праздников – вход Господень в Иерусалим. В народе Вербное Воскресенье. Согласно Священному Писанию, Христос исполнял пророчества Ветхого Завета. Это, наверное, самый трагический праздник из наших двунадесятых праздников, потому что Бог, Христос, идет на верные страдания, чтобы спасти всех. Страдания действительно очень страшные, и муки очень-очень ужасные. Но это было необходимо претерпеть нашему Богу-человеку, Христос Богу, для того, чтобы спасти весь род человеческий. Господь по своей человеческой сущности, своему человеческому естеству в этот день сам восходит на свой крест, на страшные мучения, страшные страдания. Для всех верующих этот праздник важен тем, что Господь послал своего Сына на страшные муки, чтобы искупить грехи всего человечества. У евреев было обычай встречать царей-победителей торжественными криками и пальмовыми ветвями. И, согласно преданию, Иисуса приветствовали подобным образом. На Руси с давних времен ветви вербы считались символом этого праздника. У вас вербы освящать надо, но никаких магических или каких-то обрядов тайных проводить, конечно, запрещено. Это воспоминания, воспоминания лишь о тех событиях, значимых в деле Дома устроительства Божия. Дома устроительства, то есть это дело Божие, которое направлено нас ради и нашего ради спасения. Некое напоминание, некое такое вот, что ли, выражение своего почитания праздника, но не более того. Мы решили провести опрос и узнать у горожан, знают ли они, какой православный праздник отмечается в это воскресенье. Скажите, пожалуйста, вы знаете, какой православный праздник в это воскресенье? Верное воскресенье. Верное. Какой православный праздник отмечается в это воскресенье? Сегодня, в смысле, воскресенье. В воскресенье, ой, сегодня Алексей, а какое-то число будет, я только по датам. Вы знаете, какой православный праздник отмечается в это воскресенье? Вербное воскресенье. А почему оно носит название Вербное? Вербное зацветает как раз в это время. Вы знаете, какой православный праздник отмечается в это воскресенье? В это? Нет, не знаю. Я знаю, что в следующая Пасха. В это не знаю. Скажите, пожалуйста, какой православный праздник отмечается в это воскресенье? Вербное воскресенье. А вы знаете, почему оно носит название такое? Нет. В это воскресенье какой православный праздник отмечается? Вы самые умные. Не знаю. Не, мы, наверное, никто не знаем об этом. Пасха. На следующей неделе? Нет. А перед Пасхой? Нет, сейчас. Верное воскресенье. Только сейчас мы с тобой говорили. Вербное воскресенье. Вот захлестнул, доченька. Вроде бы как бы вербное воскресенье, да? Все вербное. Да, перед Пасхой. А вы знаете, почему оно носит название вербное? Ну, это еще, наверное, пошло от того, как Христос вошел, куда там, не помню, в Иерусалим. И веточки вербы его махали им там, не знаю, там, приветствовали, короче. Как показал опрос, люди старшего поколения знают, какой православный праздник будет отмечаться в это воскресенье. Что же касается молодежи, то они не знают, к сожалению. И только один смог нам рассказать историю этого праздника. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Мы вернемся в студию после короткой рекламы. Не переключайтесь. Встречаем весну с торговым центом «Самрад». Огромный выбор женской, мужской одежды и обуви. Вас порадует ассортимент детских товаров, а также различные аксессуары, сумки, товары для дома и путешествий. Очень низкие цены. Ждем вас по адресу город Азов, улица Московская, 86, торговый центр «Самрад». Второй этаж с 9 до 20 часов. Отличное настроение и выгодные покупки гарантируем. Вы позвонили? Две шестерки, три семерки. Мы быстро приехали. Такси-центр всегда рядом. Две шестерки, три семерки. И еще раз. Две шестерки, три семерки. Команда депутата Станислава Потакова принимает обращение граждан города Азова и Азовского района по адресу улица Комсомольская, 4, офис 1А. С понедельника по пятницу с 9 до 16 часов. Перерыв с 12 до 13. Проблемы легче решать вместе. Новые выгодные тарифы от Пульс Безлимитный интернет. Интернет плюс интерактивное ТВ от 400 рублей в месяц. Подключайтесь прямо сейчас и получите скидку 50%. Выберите подходящий пакет на сайте 3wtrkpulse.ru или проконсультируйтесь в абонентском отделе по телефону 4-21-43. Приглашаем в магазин «Семья». Огромный ассортимент товаров для вас и ваших близких. От нижнего белья до верхней одежды. А также обувь, постельное белье, чемоданы и аксессуары. Наши цены вас порадуют. Ждем вас по адресу город Азов, проспект Зои Космодемьянский, 54. Торговый центр «Калибри». Второй этаж ежедневно с 9 до 19 часов. Магазин «Семья». Все для вас и ваших близких. Привет! Вы с нами долго смеялись. Пришло время сказать, почему. Нет, я не кататься с Финксом. У нас сотни провальных свиданий и неловких моментов. Я надела свое лучшее белье. Тысячи нелепых падений и абсурдных ситуаций. Я самый везучий на свете! Здесь знаменитые актеры не боятся быть смешными. Нам не нужен повод для веселья. У меня уже весело. И нас не пугают санкции и курсы валют. Деньги не главное! Все потому, что мы любим, когда вы улыбаетесь. Если ты не улыбнешься, всем им заплатят. Так что соберись! Как подарить своему ребенку яркие впечатления во время каникул? Ответ прост. Вам не нужно ехать в Ростов за чудесами. Они рядом! Ежегодный открытый театральный фестиваль «Зеленая карета» в поселке Кулешовка приглашает родителей и всех любителей театра провести вместе 1 апреля. Используйте уникальную возможность увидеть в один день 10 спектаклей. Цена всего 100 рублей. Один билет на все спектакли. Афиши фестиваля на сайте. Запасайтесь бутербродами. Чай будет! Начало фестиваля 1 апреля в 10.00 районном Доме культуры в проездной маршрутке Кулешовка от автовокзала. Театр. Лучшая профилактика от хандры. Терапия для души. Театр лечит, объединяет и воспитывает. Всем театр! Лучшие хореографы мира посетили на этой неделе Азов и поделились своим опытом и мастерством с молодыми танцорами. На одном из таких мастер-классов побывали наши корреспонденты. В 10-й раз на Донской земле проходит международный образовательный проект «Надежда Данс Компани». Это мероприятие плод совместного сотрудничества администрации города Азова, танцевального совета ЮНЕСКО и общероссийской танцевальной организации. Азов встречает участников данного форума в шестой раз. Вы знаете, очень приятно, что не только увеличивается количество человек, которые приезжают на этот проект, но увеличится количество городов. К нам приезжают, в этот раз нам приехали из 10 городов России. И не просто участники, а лучшие танцоры страны. То есть сейчас на конгрессе присутствуют действующие чемпионы России, вице-чемпионы России, чемпионы мира этого года. То есть коллективы, которые приносят золото нашей стране на международном уровне. И они учатся здесь, в лучших педагогах. Данный форум собрал лучших танцоров мира. Именно они проводят мастер-классы для азовчан и гостей города. Среди звезд – профессиональный танцор и хореограф Эрик Джон Кампрос из Соединенных Штатов Америки. Я очень люблю Россию, люблю русских людей. Сейчас я вернулся, чтобы работать с танцорами. У них своя душа. Поэтому для меня огромное удовольствие работать с ними. Поделиться своим опытом и провести ряд мастер-классов приехал и гость с Украины Павел Ивлюшкин. Его имя широко известно во всем танцевальном мире. Помимо хореографии он занимается режиссурой, снимается в кино, а также является главным балетмейстером Одесского музыкального драматического театра. Так как мы делаем форум не материальный, а больше душевный, мы напитываем душу нашу танцем, светом, музыкой, любовью. Она нам дает жить, 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 жить. Я надеюсь, что даже через сто лет я вот то, что сегодня здесь создастся, сохраню это в себе и даже себя оставлю в поколении тех детей, которые пришли на занятия. И пусть наши дети продлевают нас, а их дети продлевают их. И так будет до бесконечности. Свой проект привезла в наш город и многократная чемпионка мира и Европы по танцевальному шоу хореограф Сташа Станкович из Сербии. Я надеюсь, что ученики, которые сюда приходят, они понимают, какого уровня этот проект. Здесь не только хорошие педагоги, профессионалы своего дела, но также и хорошие люди. Поэтому здесь царит такая светлая атмосфера. Интересный проект и у ведущего мирового педагога и автора собственной концепции джаст-танца опытного хореографа, работающего в Соединенных Штатах Америки и Европе, Уэйна Барбаста. Важный момент, который я здесь заметил, это то, с каким энтузиазмом здесь работают дети. Они очень стараются учиться и познавать. И для меня было большим удовольствием делиться с ними своим опытом. Танец не имеет границ. Здесь нет языков, барьеров, только красота, пластика, техника исполнения и виртуозность. Азовские танцоры и в дальнейшем надеются на совместное сотрудничество и обмен опытом и мастерством. Людмила Улихина, Валентина Андреева, Александр Истомин, Азов.Инфо. Ежегодно 27 марта во всем мире отмечается День театров. Эта дата была установлена в 1961 году девятым конгрессом Международного института театра. Стоит отметить, что в нашем городе на протяжении более 40 лет своими постановками радует азовчан Народный театр юного зрителя. О истории его создания в нашей еженедельной рубрике «Календарь событий». В далеком 1974 году во Дворце культуры был объявлен набор талантливой молодежи для постановки спектакля «Свадьба в Малиновке». В числе таких счастливцев оказалась Людмила Белкина, которая со своей сотрудницей Анной Ананьевой пришла записаться в хоровой кружок. Там подходит мужчина и говорит, что вы здесь делаете? Ну, я ответила, что мы пришли на хор. А говорит, а у меня для вас более интересная работа. Мы сейчас читаем пьесу. Какую еще пьесу? Ну, говорит, вот у нас будет тюз создаваться. У нас читка первая. Пошли с нами в 23-ю комнату. Ну, и мы с ним пошли, сели, выдали нам роли, мне Аринки, Анне Петровне, мамы, и мы начали читать пьесу. Как вспоминает Людмила Ивановна, с того дня начались репетиции по 4 раза в неделю. А в мае 1975 года состоялась премьера спектакля «Свадьба в Малиновке». У нас был не аншлаг, у нас был переаншлаг. Все, всюду, вот сейчас приезжают такие, ну, стыдно даже не ходить. А вот в зале никого нет. Народные артисты приезжают, и никого нет. А у нас, вот всюду-всюду, между всеми рядами, стояли и сидели, и на сульчиках сидели люди. Было очень много народу. Прошли мы на ура, мне даже ночью принес брат Белой Сирени в час ночи. Говорит, здесь Аринка живет. Я говорю, кто это? Испугалась. Он говорит, я принес тебе цветы. В сентябре 1975 года коллектив театра приступил к постановке другой пьесы – «Барабанщица». И весной следующего года состоялась его премьера. К нам приехали из Москвы военные. Они сидели на разборке нашего, значит, спектакля. И потом они не выдержали и сказали. Говорит, вы знаете, мы смотрели много спектаклей, тем более «Барабанщицу». Это спектакль военный, но мы такого спектакля давно не видели. Приходилось играть, конечно, в то время в купальнике, на столе. Там это было очень-очень непривычно и не хотелось, и стыдно было вроде. Но все случилось. И, по-моему, после «Барабанщицы» там присвоили звание народного. После «Барабанщицы» были поставлены другие пьесы и опереты советских и зарубежных композиторов. И все это благодаря талантливому режиссеру, основателю Народного театра Григорию Пирогову. Как говорят о нем артисты, он был мастером своего дела, энтузиастом и болел за каждую постановку. Благодаря нашему архивному фонду мы можем увидеть отрывки из спектаклей, а также оперет. С праздником, дорогие друзья! С днем, всемирным днем театра! Вот уже четвертое десятилетие во всем мире все люди отмечают эту знаменательнейшую дату, дату, посвященную театру. Потому что театр – это величайшая трибуна, с которой очень много, можно сказать, людям. Театр – это великая школа. Театр – это место, где любой человек может найти ответ на многие-многие вопросы. Господи, Сусик! Здрасте! Здрасте! Сусик! Ну не Богдан! Богдан, Богдан! Но это же я! Твоя ласточка! Ах, ласточка! Та на Сеньшко�� с mockalanna комретная жена! Тей ковёр тебе в подарок соткала моя жена. Ай да пух, ай да роман, наскольчёк же ты жена, а не ты сосватал сразу цель литкарский комбинат. У тебя, Федор, жена, хоть умна, да всё ж одна, а соткать такое замок, да их дивизия нужна. Красотки, красотки, красотки коваре, вы созданы вещь для развлечения. Изящный, измечный красотки коваре, для вас непонятны любые учения. Красотки, красотки, красотки коваре, меняют сердца лишь на мгновенье. Сегодня все затмитано, а завтра день уйдёт до нас, и мы уже от новой упоенья. Вот к вас сегодняшний день, поёт, 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 поёт. ПЕСНЯ 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 Пятого апреля исполнится десять лет, как ушёл из жизни замечательный режиссёр Григорий Пирогов. Но его театр продолжает жить и радовать театралов новыми постановками под руководством Людмилы Грачёвой. Совсем недавно они стали обладателями гран-при фестиваля конкурса «Театральная весна». И это не единственная награда в их творческой деятельности. Ивана Пажельцева, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды и выпуск программы «Бум» Азовского арт-медиа-центра. Звоните и сообщайте нам интересную информацию по телефону 6 15 54. Будем делать новости вместе. Хороших вам выходных. До свидания. Субтитры предоставил DimaTorzok 21 сантиметр выше нулевой отметки. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. 1 апреля. Воскресенье. Также малооблачное. Температура днем плюс 16, плюс 18 градусов. Температура ночью плюс 7, плюс 9. Ветер юго-восточный 5-6 метров в секунду. Влажность воздуха 51%. Уровень воды в реке Дон на 21 сантиметр выше нулевой отметки. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин